Ведение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее Иерусалиме во дни Озии, и Афама, Ахаза, и Зекии, царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные леем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щель Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Савов не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и кровительцов, и ангцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться предлеце мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячья и суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования. Новомесячья ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Говорят. Бытие, чтение. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и доявится суша. И стало так. И собралась вода под небом, в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Притча чтения. Притчи Соломона, сына Давидова, который царствовал во Израиле. Чтоб познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суд и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень, доброе разумение у всех водящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить «иди с нами, сделаем засаду для убийства», подстережем непорочного без вины. Живых поглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполнил домы наши добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою, отстези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Пастимся постом, приятным, благоугодным Господеве. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержания языка, ярости отложения, похоти отлучения, а глаголания, лжи и клятва преступления, сихоскудения пост истины есть и благоприятные. Богородицы, предстательства всех молящихся, тобою дерзаем, тобою хвалимся. Тебе все упования наши есть. Моли, рот, шагайся из Тебе, о непотребных рабях Твоих. Ныне отпускаешь и раба Твоя, владыка, по глаголу Твоему с миром. Ибо, види, стаучим и спасение Твое, свет, просвещение языков и славу людей Твоих, Израиля, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Ибо Он торжественно прославился. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. С чего начну я оплаковать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало Христе положу я нынешнему моему сетованию? Но Ты, как милосердный, даруй мне оставление при грешении. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Несчастная душа, прийди с плотью Своей и исповедайся Создателю всего. Воздержись, наконец, от прежнего безрассудства и принеси Богу слезы с раскаянием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Подражав первозданному Адаму в преступлении, я осознал, что за грехи мы и я обнажен от Бога, лишен Бога, от вечного царства и сладости царства сего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы, несчастная душа, зачем Ты уподобилась первой жене Еве? Не с добром Ты посмотрела, уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву, необдуманно вкусила безрассудной снеди. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Вместо чувственной Евы во мне восстала Ева мысленная. Страстный плотский помысл, обольщающий приятным, но вкусу доставляющий всегда горький напиток. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, Адам достойно был издан из Едема, как не сохранивший одной Твоей заповеди. Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий Твои животворные наставления? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в одном существе, сними с меня обременительную тяжесть греха, и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородице, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица, прими меня кающегося. В нем ли небо я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего в платье от Девы? Помилуй мя, Боже, помилуй мя! В нем ли небо я буду возвещать? Земля, прислушайся к кающемуся и прославляющему Бога голосу. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Боже, спаситель мой, возри на меня милостенутым оком, и прими мою пламенную исповедь. Я, я один более всех людей согрешил пред Тобою, но, спаситель, жалься над Твоим созданием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Отобразив на себе безобразие моих страстей, я исказил красоту ума с ластолюбивыми стремлениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Милосердный Господи, меня охватывает ураган зла, ну как, Петру, и мне ты простри руку. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Я сквернил одежду моей плоти, спаситель изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Удовольствием и страстей я омрачил красоту души и весь ум все совершенно в прах превратил. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Ныне я изорвал всю мою первую одежду, которую соткал мне спаситель вначале, и потому лежу на гимн. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Я облегся в изорванную одежду, которую соткал для меня змеи коварством, и потому стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Милосердный слезы блудницы я проливаю, смилуйся надо мною, спаситель по Твоему благо снисхождению. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Я взглянул на красоту дерева и прельстился в уме, и теперь лежу на гимн и стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Все начала вожди страстей орали на хребте моем, растягивая вдоль по мне беззаконие свое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воспеваю Тебя единого в трех лицах, Бога всех, Отца, Сына и Святаго Духа, и ныне пресно и во веки веков. Аминь! Пречистая Богородица, Дева, Ты одна всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. На неподвижном камне заповеди Твои, Христе, утверди мое помышление. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Некогда, дождив огонь от Господа, Господь попалил в землю садом. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Душа, спасайся, как праведный лод на горе и поспешай укрыться в сегор. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Беги, душа, воспламенение, беги, садомского пожарище, беги, истребление божественным пламенем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Христос, спаситель, согрешил, я один согрешил пред Тобою больше всех. Не презирай меня! Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Ты, добрый пастырь, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Сладчайший создатель мой, Иисус, спаситель, Тобою я оправдаюсь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Спаситель, я пред Тобою исповедуюсь. Безменно согрешил я против Тебя. Но по своему милосердию отпусти. Прости меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О, Троица, Единица, Боже, спаси нас от заблуждений, искушений и опасностей. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чрево, вместившее Бога, радуйся, престол Господень, радуйся, Матерь, нашей жизни. Услышал пророка пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться, от Девы явиться людям, и сказал, услышал я весть о Тебе, и устрашился, слава силе Твоей, Господи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Не презритворений Твоих, не оставь создания Твоего, праведный судья, ибо хотя я как человек один согрешил более всякого человека, но Ты, человеколюбец, как Господь всего мира, имеешь власть отпускать грехи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Конец приближается, душа приближается, и Ты не заботишься, не готовишься. Время сокращается, восстань, судья уже близко при дверях. Время жизни проходит, как сновидение, как цвет, для чего мы напрасно суетимся. Но Ты, Духом Святым, возбудил меня на истинное покаяние. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Пробудись, душа моя, размысли о делах своих, которые Ты сделала. Представь их пред своими очами и пролей капли слез Твоих. Безбоязненно открой Христу дела и помышления Твои, оправдайся кровью Его. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, в которых я не был бы виновен, Спаситель, умом и словом и произволением, согрешив и намерением, и мыслью, и делом так, как никто другой никогда. Но Ты по неложному слову Твоему простил меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь, я несчастный Своей совестью, строже которой нет ничего в мире. Судья, искупитель мой и испытатель, но Ты пощадил, избавил и спас меня, раба Твоего. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит указанием. Душа моя на восхождение, делами на возвышение разумом. Поэтому, если хочешь жить в деятельности и в разумении, и созерцании, то обновляйся в Духе Святом, получив уже рождение свыше. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, ежедневно сокращая время, пася стада, трудясь и служа, чтобы получить себе две жены. Для меня этот пример в Священном Писании. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Под двумя женами, понимай деятельность и разумение в созерцании. Под Лию, как многочадную деятельность, а под Рахилью, как получены, через многие труды разумения. Ибо без трудов душа ни деятельность, ни за сердца, ни не усовершенствуются. Как счастливы мы и безопасны, имея толкование святых отцов в церкви. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристной во веки веков. Аминь. Нераздельным по существу, неслиянным по лицам, богословски исповедую Тебя, троечное единое божество, соцарственное, сопрестольное, возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую и ныне и пристной во веки веков. Аминь. И рождаешь Ты и остаешься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобой обновляет закон природы, а девственное чрево рождает. Когда пожелает Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять волю Твою. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Жизнь Твою я постоянно проводил в ночи, и во мраком, и глубокую мглою была для меня ночь греха, но Ты заделал меня с Сыном дня, Спаситель. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Подобно Рувиму, я несчастный совершил преступное и беззаконное дело пред Всевышним Богом, осквернив ложа мое, как тот отчие. Но Ты простил меня по милосердию Твоему, благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Исповедуясь Тебе, Христос Царь, согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа, плод чистоты и целомудрия, но Ты сам взыскал меня из плена греховного. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Но приняв Тебя, я получил прощение. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Но встреча с Тобой, Иисусе, все изменила. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Сродниками предана была душа праведная, возлюбленный, продан в рабство про образу Господа. Ты же, душа сама, всю продала себя своим порокам, но Ты очистил меня, омыл кровью своею. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Подражай праведному Иосифу и уму его целомудренному несчастная, невоздержная душа. Не оскверняйся и не беззаконствуй всегда безрассудными стремлениями. Силу и победу над грехом Ты даешь мне сам. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Владыка, Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз Твоего погребения и воскресения принесу ли когда-либо что подобное Тебе, я, думал я, но Ты извлек меня из тенистого рва. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога. Свят, Свят, Свят Ты, Отец, Сын и Дух, простая сущность, единица вечно поклоняемая. И ныне и пресной во веки веков. Аминь. В Тебе нетленная, не познавшая мужа, Матерь, Дева, сотворивший мир, Бог облегся в мой состав и соединил с Собою человеческую природу. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от погибели. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Искренно приношу Тебе, спаситель, слезы очей моих и воздыхание из глубины сердца взывающего. Боже, согрешил я пред Тобою, умилосердность надо мною, и Ты услышал и ответил мне, Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Уклонилась Ты душа от Господа своего, как дофан и аверон, но воззвалы из ада преисподнего. пощади, чтобы пропасть земная не поглотила Тебя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Моисеево, 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 убелить и очистить прокаженную жизнь, и не отчаивайся сама за себя, хотя Ты и поражена была некогда проказою. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я, Троица, не составная и не раздельная, раздельная в лицах и единица соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам, Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Душа моя, душа моя, восстань, что спишь. Конец приближается, и Ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил Тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий. За призыв Твой благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Мы согрешили, жили беззаконно, не право поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, но Ты заповедал нам. Но не оставь нас до конца, Боже, Отцов, ибо ныне мы искуплены и чадо Твои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Я согрешил, жил в беззакониях и нарушил заповедь Твою до встречи с Тобою, ибо я рожден в грехах и к язвам своим приложил еще раны. Но Сам Ты помиловал меня, как милосердный Божий Отцов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тайны сердца моего я открыл пред Тобою, судьей моим. Возри на смирение мое, возри на скорбь мою, обрати внимание на мое ныне осуждение и Сам помилуй меня, как милосердный Божий Отцов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Саул, некогда потеряв ослиц своего отца, неожиданно с известием о них получил в царство. Душа, не забывайся, предпочитая свои скотские стремления Христову царству за напоминание о всем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Если Бога Отец Давид некогда и вдвойне согрешил, будучи уизвлен стрелой прелебудеяния, сражен был копьем мщения за убийство, но Ты, душа моя, сама страдала более тяжко, нежели этими делами произвольными стремлениями, «Но Ты усыновил меня Иисусе!» Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Давид некогда присовокупил беззаконие к беззаконию, ибо с убийством соединил прелебудеяние, но скоро принес и усиленное покаяние, а Ты, коварнейшая душа, совершив большие грехи, раскаялась перед Богом и была прощена. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Давид некогда изображая, как бы на картине начертал песнь, которой обличает совершенный ум им проступок, взывая, «Помилуй мя, ибо согрешил я пред Тобою одним Богом всем, сам Ты очистил меня». Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне Троица Святая, нераздельная, единосущная, и одно Божество, Светы и Свет, три Святы и одно Лицо Свято, Бог Троица, воспеваемая в песнопениях, воспойжи Ты, Душа, прославь жизнь и жизни Бога всех! И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Бога Родительница, ибо Ты оставила, ибо Ты родила одного из нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Кого прославляют воинства небесные, и перед кем трепещут Херувимы и Серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все векам. Слава Тебе, Боже, наслава Тебе! Помилуй меня, грешника, спаситель, пробуди мой ум к обращению, прими кающегося, умилосердись надзывающим, я согрешил пред Тобою, спаси, я жил в беззакониях, и Ты помиловал меня. Слава Тебе, Боже, наслава Тебе! Везомый на колеснице Илья, взойдя на колесницу добродетелей, некогда вознесся, как бы на небеса, превыше всего земного, помышляй, душа моя, об его восходе. Слава Тебе, Боже, наслава Тебе! Некогда Елисей, приняв милость, милость Ильи, получил сугубую благодать от Господа, и Ты, душа моя, получила этой благодати за воздержание. Слава Тебе, Боже, наслава Тебе! Елисея, милость Илью Ильи, некогда разделил поток Иордана на ту и другую сторону, и Ты, душа моя, получила еще большую благодать за воздержание и веру в Иисуса Христа. Слава Тебе, Боже, наслава Тебе! Саманитянка некогда угостила праведника с добрым усердием, а Ты, душа, если не примешь в свой дом ни странника, ни пришельца, зато будешь извержена вон из брачного чертога с рыданием. Ты сам заделал меня странно приимным. Слава Тебе, Боже, наслава Тебе! Ты, несчастная душа, непрестанно подражала неистому нраву Геезия, нечистому нраву Геезия. После искреннего покаяния и обращения к Господу Ты, душа моя, отвергла его сребролюбие и, оставив свои злодеяния, избегла огня гиенского. Слава Тебе, Боже, наслава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель благий, Дух правый, Родитель Слова Божия, Безначальное Слово Отца, Дух животворящий и созидающий, Троица единая, Помилуй меня! И ныне, и присно, И во веки веков, Аминь! Мысленная Порфира, Плоти Мануила Соткалась внутри Твоего чрева, Пречистая, Как бы из вещества пурпурного, Поэтому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу! Рождество от бессменного зачатия Неизъяснимо! Рождество от бессменного зачатия Неизъяснимо! Без мужной матери Не тленен плод, Ибо рождение Бога Обновляет природу, Поэтому Тебя, Как Богоневесту, Матерь, Мы все роды Православно величаем! Слава Тебе, Боже, На слава Тебе! Ум изранился, Тело расслабилось, Дух болезнует, Слава потеряла силу, Жизнь замерла, Конец при дверях, Но вот ты встретила Искупителя своего Иисуса Несчастная душа, И Он исцелил тебя, Одел в брачную одежду. Слава Тебе, Боже, На славу Тебе! Я воспроизвел пред Тобою душа Сказание Моисея о бытие мира И затем все заветное писание, Повествующее о праведных и неправедных. Из них ты, душа, Стала подражать не последним, А первым, Не согрешая перед Богом, Получив по благодати от Него силу Побеждать грех. Слава Тебе, Боже, На славу Тебе! Ославлен закон, Но воздействует Евангелие! Непренебреженно Все писание Тобою Пророки и всякое слово праведника Не потеряли силу. Язвы Твои душа Исцелились врачом Иисусом Христом, Исцеляющим Тебя! Слава Тебе, Боже, На славу Тебе! Из новозаветного писания Привожу Тебе примеры душа, Возбуждающие в Тебе умиление. Так подражай праведным, Отвращайся примера грешных, И умилостивляй Христа Молитвою, постом, Чистотою и непорочностью. Слава Тебе, Боже, На славу Тебе! Христос, сделавшись человеком, Призвал к покаянию разбойников и блудниц. Покайся, душа! Дверь царства уже открылась, И прежде Тебя входят в нее Кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи. Веди меня по неложному обещанию Твоему. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе! Христос, сделавшись человеком, Приобщившись ко мне плотью, И добровольно испытал все, Что свойственно природе, За исключением греха, Показывая Тебе, душа, Пример и образец своего снисхождения. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе! Христос спас волхвов, Призвал к себе пастухов, Множество младенцев сделал мучениками, Прославил старца и престарелую вдовицу, Их деяниями жизни подражает душа, Иначе горе тебе, когда будешь судимым. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе! Господь, постившись сорок дней в пустыне, Наконец залкал, Обнаруживая в себе человеческую природу. Не унывай, душа, если враг устремится на Тебя, Но да отразится от ног Твоих молитвами и постом. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, превознесем Сына, С верою поклонимся Божественному Духу, Нераздельной Тройцы, Единой по существу, как свету и светом жизни и жизням, Творящему и просвещающему пределы вселенной, И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь! Сохраняй град свой, причистая Богородительница! Под Твоею защитой он царствует с верою, И от Тебя получает крепость, И при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, Берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобни Отче Андрея, моли Бога о нас! Андрей, досточтимый отец, приблаженный, Пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих Тебя, Чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели И бесчисленных прегрешений нам всем, И искренно почитающим память Твою. Кто Тебе не ублажит, пресвятая Дева, Кто ли не воспает Твоего причистого Рождества, Безлетно Бога от Отца, воссиявый, сын и ненародный, Той же от Тебе чистое пройдя, Неизреченного плосшейся естеством боксы, И естеством быв человек нас ради, Не во двою лицу разделяемый, Но во двою и естеству неслитно познаваемый, Того молечистое Всеблаженное, Помиловайтесь душам нашим! Когда я взываю, услышь меня, Божьи правды мои, В тесноте Ты давал мне простор, Помилуй меня и услышь молитву мою, Сыны мужей, доколе слава будет в поругании, Доколе будете любить суету и искать лжи, Знаете, что Господь отделил для себя святого своего, Господь слышит, когда я призываю его, Гневаясь, не согрешайте, Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, И утишитесь, Приносите жертву правду и уповайте на Господа, Многие говорят, кто покажет нам благо, Яви нам свет лица Твоего, Господи, Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, Как у них хлеб и вино и лей умножились, Спокойно ложусь я и сплю, Ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности, Господи, не в ярости Твоей обречай меня, И не в огнею Твоем наказывай меня, Помилуй меня, Господи, Боя немощен, исцели меня, Господи, Ибо кости мои потрясены, И душа моя сильно потрясена, Ты же, Господи, доколе, Обратись, Господи, Избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, Ибо в смерти нет пометования Тебе, Во гробе кто будет славить Тебя, Утомлен я воздыханиями моими, Каждую ночь мываю ложи мою, Слезами моими я мочаю постель мою, Иссохло от печали око мое, Ответшало от всех врагов, Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, Ибо услышал Господь голос плача моего, Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, Да возвратятся и постыдятся мгновенно, Доколе, Господи, будешь забывать меня до конец, Доколе будешь славать и цеплять меня, Доколе мне слагать советы в душе моей, Скорь в сердце моем день и ночь, Доколе врагу моему возноситься надо мною, Призри, услышь меня, Господи Боже мой, Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, Да не скажет враг мой, я одолел его, Да не возрадуются гонители мои, Если я поколеблюсь, Я же упаю на милость твою, Сердце мое возрадуется о спасении твоем, Воспою Господу облагодетельствуешь у меня, И буду петь имени Господа Всевышнего, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пристно, и во веки веков, аминь, Аллилуйя, 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 Слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тебе Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пристно, И во веки веков, аминь, С нами Бог, разумейте языцы, покоряйтеся, Яко с нами Бог, услышите до последних земли, Яко с нами Бог, могущие покоряйтеся, Яко с нами Бог, ащи Бог, паки возможите, паки побежден не будете, Яко с нами Бог, и жащий совет совещевайте, разорит Господь, Яко с нами Бог, и слово ежащи вас глаголите, Яко с нами Бог, страха же вашего не убоимся, не же смутимся, Яко с нами Бог, Господа же Бога нашего того осветим, Яко с нами Бог, и твой будет нам в страх, Яко с нами Бог, и ащи на него, надеясь я буду, Будет мне во освящение, Яко с нами Бог, И уповая буду на него, и спасуся им, Яко с нами Бог, Все аз и дети, яжи ми даде Бог, Яко с нами Бог, Люди, ходящие во тьме, видишь, свет вели, Яко с нами Бог, Живущие во стране, и тени смертной свет, воссияет на вы, Яко с нами Бог, Яко отрача, родися нам, сын, и дадеся нам, Яко с нами Бог, Его же начальство, мысть, и на раме Его, Яко с нами Бог, И мира Его не с предела, Яко с нами Бог, И нарицается имя Его велика совет ангел, Яко с нами Бог, Чудин советник, Яко с нами Бог, Бог крепок властитель, начальник мира, Яко с нами Бог, Отец будущего века, Яко с нами Бог, С нами Бог, разумейте языкцы, и покоряйтесь, Яко с нами Бог, День прошед, благодарю тебя, Господи, Вечер прошу, с ночью без греха подашь мне, Спаси и спаси мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, День прошед, слава словлю тебя, Владыка, вечер прошу, С ночью без соблазненства подашь мне, Спаси и спаси мя, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь, День прошед, песно словлю тебя, святый, вечер прошу, с ночью, Ненаветен подашь мне, спаси и спаси мя, верую. Во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим, жившим невидимым, И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца Рожденного прежде всех век, Света от Света Бога истина, от Бога истина, Рожденно, несотворенно, едино, сущно, Отцу им же все выше, Нас ради человека и нашего, ради спасения, Шедшего с небес и воплотившегося Духа Святой Марии, Девы и во человечеса, распятого же за ныбр и понтистем пилатин, И страдавшего, и погребен, да и воскревшего в третий день по Писаниям, И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, И пахи грядущего со славою судите, Живым и мертвым Его же царствым не будет конца, И в Духа Святого Господа истинного, И животворящего, и же от Отца исходящего, И же со Отцем и Сыном споклоняем, Во и славе могла Голожего пророки, Воедину святую соборную и апостольскую церковь, И исповедуйте на крещение восставления веков, Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, Моли о нас грешных! Пресвятая Владычица Богородица, Моли о нас грешных! Пресвятая Владычица Богородица, Моли о нас грешных! Вся небесная силы святых ангел и архангел, Молите о нас грешных! Святый Иоанн, пророчий и предтечий, Креститель Господа нашего Иисуса Христа, Моли о нас грешных! Святые и славные апостолы, пророки и мученики, И все святые, молите о нас грешных! Преподобные и богоносные отцы наши, Пастыри и Учители Вселенной, Молите о нас грешных! Непобедимая, непостижимая и божественная сила честного и животворящего Креста, Не остави нас грешных! Боже, очисти нас грешных! Боже, очисти нас грешных! И помилуй нас! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. И посети исцеление мощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, иже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Просвети очи мои, Христе Божий, да никогда усну в смерть, да никогда, речет враг мой, укрепился на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Божий. Яко посреди хожу сетей, многих избахни от них, и спасимля блажи. Яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко нимо выдерзновения за премногие грехи наши, иже от Тебе родшегося. Моли, Богородица Дева, многому может моление матери, как благосердию владыки. Не презри грешных, мольбы вся чистая. Яко милостив есть, и спасти маги, иже и страдать, и о нас изволивай. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа, недоумеющейся, июйте молитву, яко владыцы грешны. Приносим, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи помилуй нас, натябов по вахам, не прогневайся на зелоне, жиповине беззаконий наших, но призрины, не якось благоутробен и избавитны от враг наших. Ты, боись, и Бог наш, и мы, люди Твои, и все дела рук Твои, и имя Твое призываем ныне присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие дверь отверзи нам, благословенная Благородица, надеющаяся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты, Босс, исти спасения рода христианского. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи сил с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорби неима мы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его. Господи сил с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорби неима мы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству и личстве Его. Господи сил с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорби неима мы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его огласит трубним, хвалите Его во псалтире и гуслих. Господи сил с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорби неима мы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнных и органе. Господи сил с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорби неима мы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Господи сил с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорби неима мы. Господи сил помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения. Серафим без истления, Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи и Владыка, живота моего, Дух праздности. Уныние, любоначальное, празднословие, не дай мне. Уныние, любоначальное, празднословие, не дай мне. Словие и сребролюбие не дашь мне. Дух же смиренно мудрый, а целомудрый, а терпение любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю даруй, зыритмят. Моя согрешение служать, брата моего, так как Ты благословен во веки веков. Аминь. 16 поклонов. Господи, помилуй. Боже, милости буди нам грешным. Боже, милости буди нам грешным. И помилуй нас. Боже, милости буди нам грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных Божьей милости буди нам грешным Создав и нас, Господи, помилуй нас Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных Боже, милости буди нам грешным Создавший нас Господи, помилуй нас Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас, грешных. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дажми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дарами зретье мое прегрешение, ежене осуждать и брата моего, якоб благословен еси во веки веку. Аминь. И дашь нам, Владыка, на сон грядущем покоя тела и души, и сохрани нас от мрачного сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти стремление страстей, угаси рожение стрелы лукавого, яжи, наны, льстивно движимое, в флоте наше восстание утоли, и всякое земное и вещественное наше мудрование успи. И даруй нам, Божий, бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвейшее, сон легов и всякого сатанина, мечтания изменен. Настави же нас во время молитвы утверждены на заповедях Твоих и память судеб Твоих в себе утвержди имуще. Всеночное славословие нам даруй, вы же пейте и благословите и славословите, пречистое и великолепое имя Твоя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Преславная, преснодевая Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наше. Попованье мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пояснение для разрешения недоумения относительно возникновения сего канона. Молитва бывает трех видов. Первая, начальная, просительная. К Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Евангелие от Иоанна 16.24. Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Яков 4.3. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это и самая примитивная детская молитва. Дай хлеба, дай здоровья, дай успеха, помоги спастись. Вторая ступень молитвы, более возвышенная, благодарственная, когда человек все принимает как дар, радость и скорбь, рождение и смерть. 1 Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Ио 2.10. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Ио устами своими. Это молитва рожденных свыше. Молитва стремящихся к совершенству. Молитва, украшающая путь в Царство Небесное, приготовляющая человека к уподоблению Богу. Первые два вида молитвы возможны и на небе, до страшного суда. Откровение 6.10. И возопили они громким голосом, говоря, да коли, владыка святой и истинной, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. Третья, самая возвышенная молитва, словословие, уподобление ангельским чинам. Человек ничего не просит, но все принимает и целует руку дающего. И восхищается совершенством Создателя. Свят, свят, свят Господь Саваоф. На небе будет только этот третий вид молитвы, словословие. Откровение 19.4. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, аминь, аллилуйя. Откровение 19.6. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Святой Андрей Критский был порождением своего времени, нес отпечаток состояния церкви того времени. В это время, как говорят все жития, в церкви было теплохладное, ладикийское состояние. Откровение 3.15. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Откровение 3.16. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Святой Андрей, как и блаженный Феофилакт, мучился, взирая на своих посомых. И эти его мучения выразились в покаянном каноне, которым он пытался пробудить души людей. В это время в церкви практически всюду господствовала первая часть молитвы, просительная. Из жизни церкви практически исчезла радость спасенного грешника. Поэтому из каждого библейского события Андрей Критский извлек только вопль кающегося грешника, непримиренного со Христом. Этот канон написан практически для оглашенных, для незнающих радости искупления. Во всем его каноне звучит одна горестная струна. Я погиб, но есть надежда, что Бог может меня помиловать. Он перечисляет в каноне такие грехи, о которых в церкви не должно быть и речи. Весь канон его есть реквием на первой ступени, начальной и просительной. И только иногда прорывается благодарность, то есть попытка достичь второй ступени. Когда же он устремляется к третьей ступени словословия, то совершенно никак не связывает это по смыслу со всем каноном с библейскими событиями. По замыслу же возрожденного свыше человека христианина, согласно духа Нового Завета, его творение должно быть разбито как минимум на три части и по продолжительности растянуто не менее, чем на весь Великий Пост. Из каждого события, и он очень часто надуманно, он буквально выжимал дух покаяния, применительных своим слушателям, молельщикам. Хотел ли он того, чтобы этот канон считался в первые четыре дня на первой неделе поста весь столиком, разбитый на четыре части, и тем более за раз на одном богослужении на пятой неделе поста в среду вечером, так называемое Марье Настояние. Этого мы уже никогда не узнаем. Если это был его замысел, то он был не только неверен, но и порочен. Святой Иоанн Златоуст, только изъясняя заглавие книги «Деяния апостолов», говорит шесть проповедей, каждая из которых продолжительностью два часа. Протестант Иоанн Песли составил целую книгу из своих проповедей, посвященных грозному пророку Ильи. Здесь же в быстром темпе мелькает 204 библейских событий от Бытия до Откровения, от Адама до Антихриста. Даже зная Библию наизусть, невозможно настроить свой разум на несколько строк, в которых в сжатом виде говорится о Сауле, в других строчках о Давиде и так далее. Если этот канон предназначался для чтения за один раз на одном богослужении, и потом этот канон не считался в течение года, считая, что слушатели, зрители, прихожане ознакомились с содержанием Библии, то этот канон выполнял роль отмазки. Что будто бы дело сделано, все знают Библию. Учитывая то, что тогда Библии у народа вообще не было, стоимость одной Библии равнялась двадцатилетнему труду рабочего. И читая проповеди Златоуста, мы совершенно точно можем сказать, что все эти 204 события, вспоминающиеся в каноне, напирающие одно на другое, были народу неизвестны. Стоящие в храме прицеплялись к словам «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», как и ныне. Таких ныне в храме сто процентов, считая священников, архиереев и патриарха. Почему за 1300 лет после составления канона никто из верующих архиереев, богословов, не подверг этот канон такому рассмотрению? Каждое библейское событие несет в себе информацию о том, как это было и как должно было быть. Иначе сказать, из каждого события можно выжить. Просьбу – первая ступень. Благодарение – вторая ступень. Словословие – третья ступень. Неужели никогда в церкви за 1300 лет не было прослойки людей, примирившихся со Христом, уверовавших в Него всем сердцем, тех, о которых Писание говорит так? Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Галатам 20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившим меня и предавшего себя за меня. Римлянам 8.15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Галатам 4.6. А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей духа, Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Мы можем попытаться проникнуть в полноту возможного замысла святого Андрея Крисского. Второй канон его мог бы быть благодарственным, основанным на тех же библейских событиях. И третий канон, песен, словословие, основанный точно так же на тех же библейских событиях. Пример. Он упоминает об Ионе и Ниневе, о его непослушании. Смысл этого события в том, чтобы мы не были такими непокоривыми, такими распутными, как Ниневитяне. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не убегал от лица Твоего, как Иона. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не жил, как эти грешные ниневитяне, не отличающие правого от левого, хотя их было 120 тысяч там. Второй канон на второй благодарственной ступени должен был бы составлен, и сегодня еще не поздно это сделать, на те же самые библейские события так. Иону не поглотили волны, и буря утихла. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. Ниневе обратилась от греха, перестала делать зло. Твой замысел о них, Господи, исполнился через строптивого пророка. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. Эти события, Господи, Ты подвигаешь нас к благодарности Тебе, что посреди этого бушующего моря Ты хранил нас столько лет и привел нас к познанию Тебя, Иисус Христос, через проповедников Твоих, которые донесли на нас Святой Евангелие неповрежденным в истолковании святых отцов Православной Церкви. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. И этим припевом «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную» наполнить все 204 библейских события, какие мы находим в нынешнем покаянном каноне Андрея Критского. Почему за 1300 лет Церковь не предприняла попытки подобия нынешнего покаянного канона возвести людей на третью ступень славословия Бога, чтобы песнь искупленных щад Божия слилась с песней херувимов? А он мог выглядеть примерно так. «Господи, Ты повелел его не бежать от Тебя, войти в корабль с иностранцами, стать зарубежником, но потом Ты сохранила его в более надежном корабле в очреве кита. Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Исайя 6.3. «Какое чудо Ты совершил, Господи, что целый столичный город так внезапно и скоро Ты поставил на колени! И они, не знающие истинного Бога, призвали Тебя, смирившись перед Тобою! О, как Ты велик! Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! Долготерпеливый и многомилостивый Создатель! Как любишь Ты творение Твое, наделенное Тобой свободой действий! Как Ты показываешь, что человек, думающий о себе, что он избранник Божий, но не проникнутый Твоими замыслами, бунтует против Тебя, ропчат и оказывается хуже, непокоривее блудного сына, возвратившегося в отчий дом, и теперь не хотящего разделить радость этого возвращения со своим отцом. Но Ты его увещеваешь, чтобы он вместе со спасенными воспел Тебя Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! Такой длинной службой при чтении канона Андрея Критского, утомительной и не приводящей к сокрушению, Шаблонно делается попытка вести людей в покаянное состояние, но это абсолютно не достигается, а практически такой цели и не ставится. Эти пяти и более часовые стояния выражаются в словах «Отстоял службу» и этим все кончается. Шаблонно-трафаретный перенос канона и такое монотонно непонятное чтение совершенно не достигает цели, как говорит о том Феофан Затворник, говорят церковно в славянском языке. Андрей Критский жил около 660-740-х годов, архиепископ, преподобный, византийский ритор и гимнограф, автор покаянного великого канона, считаемого на первой и пятой седмице Великого Поста. Был в числе подписавших анафему 6-му Вселенскому Собору. Впоследствии Андрей Критский раскаивался в том, что подписал еретическое определение. Традиция связывает с этим событием составление его знаменитого Великого Канона. Подобно как и самый покаянный, 50-й псалом Давида был вызван его страшным грехопадением. Покаянный Великий Канон, состоящий из 250 тропарей и 11 ермасов, повествующий о сюжетах грехопадения и покаяния в Ветхом Завете и Новом Завете, преступления заповедей Адамом, убийства Авеля Каином, покаяния царя Давида и Мытаря и другие. Отличительные черты Канона Андрея Критского – отсутствие акростиха, наличие второй песни, число тропарей песни обычно превышает 4. Песня может иметь 2 ермаса. Это может быть всего лишь первая попытка к правильному отношению Канона Андрея Критского, да и вообще к любой молитве. 1 Коринфянам 10.33 Так, как и я, угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Пояснение к тому, почему мы сегодня молились так необычно. За нами будут смотреть, будут исследовать, но они ничего не найдут теоретического. Сама душа подсказывает, что в то время в состоянии оглашенной душе она не может быть. Ей хочется все это выразить благодарением и словослоем, чего Андрея Критского в Каноне вообще нет. Да даст Господь это понять не только нам, но и тем, кто будет делать изыскание, чтобы обвинить нас в какой-либо ереси, отступлении и других грехах. Богу нашему слава. Аминь. Аминь. Боже, милости будет нам грешным, создавший нас Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных. Спаси, Господи, и помилуй церковь ту истинную, всех предстоящих пред Тобою. Спаси и помилуй наших иерархов, митрополита Илариона, епископа Евтихия, других. Нашего батюшку, протерея Акима. Братью наших чтецов. Брата нашего Игнатия, труженика. Помоги, Господи, Ему еще прославлять имя Того Святое для спасения душ многих. Благослови, Господи, братья наших, сестер на благовестие. Помоги, Господи, нам в этом, чтобы никогда мы этого не забывали, всегда стремились. Благоугодить Тебе, Господи, благовестием. Помоги, Господи, путешествующей Марине. Приготовь путешествие к батюшку нашему. Помоги, Господи, всем предстоящим здесь пред Тобою спасти души. И все, кто далеко от нас находится, братья наши потеряевки, и те, кто не смог сегодня прийти, молиться в храм. Помоги им, Господи, благослови Севастьяна, путешествующего ворота нашего щица. И наших родных, близких, знакомых, которые не познали имя Того Святоя. Подвигни, Господи, прийти к Тебе с раскаянием и прославить имя Того вместе с нами. Наших болящих посети милости Твоей, Иоанна, Анну и всех, Господи, кто болеет. Чад, Тарасия, Ливию, Агнию, восстанови милость Твою, дар и облегчение в страданиях. Тебе же за все слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причисто Твоей Матери и преподобных, и благоносных отцов наших и всех святых, спаси и помилуй нас грешных, так как Ты благой и человека любивый. Аминь. Сегодня первое чтение в понедельник закончено, канона Андрея, великого канона Андрея Криска, со словословием и благодарением. Завтра будет продолжение в это же время, то есть с 5 часов 30 минут или в 6.30 вечера. С миром Божиим подо мной. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...